Непонятно почему, но сотрудники автоприбора боятся камеры. Придавать всеобщей огласке то, что у многих заводчан сегодня последний рабочий день, мало кто хочет. Тем не менее, смельчаки находятся. Действительно, сегодня объявили, что последний рабочий день на предприятии? В пятницу лишь объявили. Всех сокращают или как? Не сокращают, временно на месяц. Условия-то теперь какие? На месяц отдыхаете? Да. Потом, не знаю, приходим, что там скажут. Через месяц? Да. А зарплату будут за этот месяц платить или как? Обещаю две трети. Финансовые трудности у завода автоприбор возникли еще в 15-м году. Тогда массового сокращения работников удалось избежать. Было создано новое одноименное юридическое лицо, через которое шли финансовые потоки. Таким образом, к уже имеющемуся ОАО, завод-автоприбор, прибавляется ООО, завод-автоприбор. ОАО из долговой ямы так и не вылезло. Только бюджету города юрлицо должно более 17,5 миллионов рублей. А созданное ООО, по всей видимости, в нее влезло. По непроверенным пока мной данным, потому что мне только сегодня позвонили. Вот в ООО приказ уже написали о том, что они в простое. Раз уж Серегин подписывал этот приказ, что он отправляет людей в простой, да? Значит, это же не просто так он подписал. Какая сумма долга, кому, из-за чего сложилась такая ситуация, а самое главное, что будет с работниками? Эту информацию руководство завода не разглашает. Если какие-то вопросы, то присылайте на почту электронную автоприбор завода. А с Серегином тоже по электронной? С Серегином тоже, да. Приложил связаться. Ну, может, и по фактам осложиться. Наш факт с известными, неизвестными. Но на запрос руководителей завода нам сегодня так и не ответили. Быть может, они предполагают, что всё пройдёт по-тихому, и люди так и будут молчать. Не смогли ничего пояснить и в Белом доме. Единственным, кто хоть немного прояснил ситуацию, оказался директор автоприбора по производству. С ним мы говорили по телефону. По словам Алексея Зайцева, ситуация очень сложная. А главное, что будет дальше, никто не знает. Действительно, есть такая проблема, что в связи с тем, что заблокированы счета Борис-компании, по, соответственно, проплаты материалов, комплектующих, возможно, на сегодняшний день. И, по сути, из-за этого деятельность предприятия действительно может оказаться остановлена. Какие 50-200? Порядка тысячи. Порядка тысячи человек. Все правильно. Часть коллектива продолжит работать по сокращенному графику. Часть уйдет в незапланированный месячный отпуск на две трети зарплаты. А некоторые, по нашей информации, могут оказаться и в отпуске за свой счет. Мы просим руководству предприятия все-таки разъяснить ситуацию, а не замалчивать информацию. Ведь речь идет о тысяче граждан. Просим обратить внимание на проблемную ситуацию на заводе автоприбор и надзорные органы. Алексей Дудин, Александр Мажаров, 6 канал.